Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Максим Кембель. Смотрите сейчас. Зеленый свет спутнику ВИИ. Минздрав зарегистрировал российскую вакцину. Мы на первом этапе планируем оценировать 200 тысяч человек. С охватом в дальнейшем 2 миллиона. Когда начнут прививать белорусов. Нашествие зимних волшебников. Сразу здесь детишки, платья в хистанишках. Новый год к нам пришел и подарки я принес. В городе прошел костюмированный автопробег. Куда дели сани, причем здесь троллейбус. Художественное воспитание. В кинотеатре «Товарищ» показали документальную ленту. Показ приурочен 75-летию Великой Победы. Зрители, бобруйские школьники. О чем фильм? А также комплектация армии, кадровые решения и новые правила на границе. Беларусь закрыла сухопутные пункты. Кто сможет уехать? Парад Дедов Морозов изменил свой формат. В 2020-м место шествия – автопробег. Колонна двинулась по Минску и доставила сказочных персонажей главной новогодней елки. Как это было? Смотрите сейчас. Суббота – конечный троллейбусы номер один. На остановке «Еловики» многолюдно. Только вот вместо привычных пассажиров места в общественном транспорте, согласно купленным, билетом занимают Деда Мороза и Снегурочки. В этот вечер они буквально заполонили город. Здравствуйте, детишки! Платья к и штанишкам. Новый год к нам пришел и подарки я принес. Сейчас. Глянь, внучка, глянь, посмотри. Ого, какие праздники! Ого-го! Дедушка, как год прошел, расскажите. Год прошел замечательно, с приключениями. Но будет еще лучше. 2020-й не прошел безлидно и для героев сказок. В этом году практически все они остались здесь самим. Поэтому до главной елки персонажи добираются кто на чем может. За рулем троллейбусов, к слову, тоже водители в костюме. Новогодний подарок. Для вас, да, такой? А каково это вести целый салон Снегурочек и Деда Морозов? Вот, наверное, интересно, очень ответственно. Это первый раз. С Леницы нам надо ехать. На часах 16.30 двери закрываются. Следующая остановка – площадь Ленина. В колонии, которая движется по Минской, в сопровождении ГАИ украшенная спецтехника и тракторы. Внутри салонов атмосфера новогодняя. На протяжении всего маршрута участников кастюнированного автопробега приветствуют горожане, машут руками и снимают все на свои смартфоны. Под впечатлением и дети, и взрослые. Ребята, так классно! Вы что? Смотрите, даже снежок уже сыпет. Все под борозин. Каким был этот год для вас? Мы надеемся, что следующий будет намного лучше и мы наконец-то снимем все маски. Всем здоровья! Узбавиться наконец-то от коронавируса навсегда. На перекрестке Крылова и Минской колонии еще подтягивается транспорт. Тут же сверкающие сами главного Деда Мороза и Снегурочки. По дороге участников пробега приветствуют и водители. После путешествия по городу сказочные персонажи прибывают в пункт назначения главной елки. Новым годом, друзья! На площади Ленина зимних героев встречают горожане целыми семьями. Здесь же к приезжим подтягиваются другие Деда Мороза и Снегурочки, которые добирались своим пудом. Внимание горожан привлекают главные символы Нового года. Настроение отличное! Хорошее, праздничное! Ведь впереди наступающий Новый год! Мы пожелаем нашим горожанам! Нашим горожанам пожелаем единственного благополучия, счастья, радости. Ну и, конечно, как всегда Дед Мороз приносит подарки, то в этом случае прибыльный, чтобы год был. Я имею в виду денежный. Снегурочка, что пожелаете? Самое главное – здоровье, благополучие, хорошего настроения. И сегодня подарки горожанам подготовили. Есть что-то интересненькое? Ну, все полностью после торжественной церемонии будет большой праздничный концерт. Все в сборе, праздник начинается. Вокруг елки стартуют шествия. После движется колонна организаций и спецслужб города. Затем начинается танцевальная церемония. В раздоправление праздника берет Дед Мороз. За окном стемнело, значит, пора зажигать елку. Александр Викторович, я проехал по всему городу под Руиску и посмотрел. Город прекрасен, очень красив. Красивые ланточки, елочки. И все в обручании готовятся к встрече Нового года. Я прошу вас дать разрешение зажечь нашу главную елку города. Здравствуй, Дедушка Мороз, дорогая Снегурочка. Здравствуйте, дорогие друзья. Целый год мы вас ждали. И вы у нас здесь. Конечно, город готов к встрече Нового года. И уважаемый Дедушка Мороз, зажигай нашу красивую елочку. Очень хорошо, так и сделаем. Давайте с нами крикнем. Дедушка Мороз, зажигай елочку. Дедушка Мороз, зажигай елочку. Хорошо, все сделаем. А ну-ка, все вместе. Дедушка Мороз, зажигай елочку. К зимним персонажам присоединяются и обычные горожане. Танцуют под всеми любимыми улицами, наделась елочка. Пока на главной сцене в Адройском настроении дарят коллективы города, жители не упускают возможность делать фото на память, где еще встретить столько героев одновременно. Мы очень рады. Праздник самый лучший, любящий в 2020 году. Что больше всего понравилось? Как мы танцевали. Это было вообще классно. Хоровод мы мотивим. Мы вас любим. Да! Адварель лучшая! Адварель лучшая! Как вам праздник рассказывать? Очень хороший, интересный. А что понравилось? Все! Все! Особенно, когда дедушки морозишь. Игурочку видели? Да! Красивая, да? Да, очень! Но до Нового года тем временем остается 10 дней. Самое время поставить цели на 2021-й. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. В Беларуси выздоровели и выписаны 152 930 пациентов с КОИ-19. Зафиксированы 175 416 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 3 миллиона 794 тысячи 812 исследований. Такие данные приводит Минздрав. Ведомство выдало регистрационное удостоверение на вакцину российского производства «Спутник Ви». Теперь она будет допущена к продаже и медицинскому применению в нашей стране. Напомним, Беларусь стала первой стороной, принявшей участие в клинических испытаниях препарата. Первая партия станет доступна уже в январе, она будет бесплатной. Вакцинация этого пяти сезона и вакцинация следующих годов будет зависеть от того, как будет развиваться эпидемия. Поэтому здесь, мы еще повторюсь, мы на первом этапе планируем вакцинировать 200 тысяч человек. С охватом в дальнейшем 2 миллиона. Может быть, это будет больше, может быть, это будет меньше. То есть, все будет зависеть от эпидемической ситуации. Министр также отметил, на протяжении последней недели в стране не растет число пневмоний. Болинцы Витебского и Могилевского регионов начинают перепрофилирование, но уже в обратную сторону. Возвращаются к привычному режиму работы. Призывная кампания, неделя безопасности и детские пособия. Выплаты увеличатся на 8 процентов. Когда? Да. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. У президента день кадровых решений. Так, Государственный таможенный комитет возглавил Владимир Орловский. Александр Румак теперь уполномочен по делам религии и национальности. Изменения коснулись и местных властей. Новый руководитель в Октябрьском районе столицы Юрий Панфилов. Он покинул пост главы жилицодорожного, за который отныне будет отвечать Алексей Героев. Призывная кампания в Беларуси продлена до 1 января 2021-го. Указ накануне подписал Александр Лукашенко. Что позволит обеспечить вооруженные силы, другие войска и воинские формирования личным составом из числа нового пополнения в пределах необходимой численности. В учет была взята сложившаяся санитарно-эпидемиологическая ситуация. На границе Беларуси начали действовать новые правила. Меры распространяются на автодорожные пункты пропуска, железнодорожные вокзалы, станцию упрощенного пропуска, а также на речные порты. Не касается это лишь авиаперелетов. Гражданам запрещен выезд за исключением рабочих командировок, депмиссий, учебы и экстренных поводов. Иностранцам, которые пребывают в Беларусь, необходимо иметь при себе справку с отрицательным тестом на COVID-19. Более чем на 8% увеличится пособие на детей в следующем году. Следовательно, ежемесячная выплата по ходу за ребенком до 3 лет составит 449 рублей. Это касается первенца. При рождении первого малыша 2700 рублей, второго и последующего 3800. Госавтоинспекция проводит неделю детской безопасности. Она пройдет с 21 по 24 декабря. Впереди школьные каникулы. Зимний период характеризуются сложными погодными условиями. Поэтому всем взрослым необходимо напомнить своим детям об опасности, о которой могут подстерегать на дороге и провести беседы о правилах безопасного поведения. Стали ячуцем происшествия, бьетесь над решением наболевшей проблемы. Есть эксклюзив. Корреспонденты Бобруйс-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. На этой неделе погода удивит белорусов сразу несколькими сюрпризами. Если в понедельник город окутал туман, то уже в среду синоптики обещают снегопад и метелицу. Чего еще ждать от небесной канцелярии? Мария Бересневич с подробностями. Вот. И даже лапы не видно. Лушать. В Беларуси окутал туман. Видимость местами составляла всего несколько метров. А густая дымка появилась еще в пятницу. Синоптики объявили штормовое предупреждение и оранжевый уровень опасности. К утру субботы туман не рассеялся. Та же картина наблюдалась на протяжении всего воскресенья и понедельника. Пелена в воздухе стала причиной ДТП по всей стране. Один человек погиб, 18 травмированы. В такую погоду предельно внимательными призывают быть госавтоинспекторы. Нужно сбросить скорость движения, включить противотуманки и ближний свет фар. Особо осторожными стоит быть и пешеходом. Лучше всего обозначить себя фликером. Тем временем на центральную часть Аргентины обрушилась мощная песчаная буря с ветрами и градом. На дорогах виднелись пыльные облака. Природный катаклизм привел к массовым отключениям электроэнергии и повреждению имущества. По словам учевицев, песок и пыль на горизонте представляли собой апокалиптическую картину. Буря превратила день в ночь, оставив после себя обломки ветви и части обшивки зданий. На Фиджио обрушился мощный ураган Яса. Погибли четыре человека. Полностью разрушен остров Киа. Еще в одном регионе люди также лишились крови над головой. Там не хватает воды и продуктов. Повреждены линии связи. Помощь нуждающимся оказывают добровольцы Красного Креста. Волонтеры опасаются распространения болезней. На помощь своей ВВС отправила Австралия. Завтра в Бобруйске синоптики обещают сплошную облачность. В среду на смену сухой погоде придет сильный снег и метель. А в четверг над городом вновь сгустится туман. Не отступит он и в пятницу. В выходные небо затянет серая дымка. Прогнозируется также снег и метель. Температура воздуха на неделе от нуля до минус четырех. К слову, метеорологи предрекают, 2021 будет слегка холоднее нынешнего года. В кинотеатре «Товарищ» сегодня побывали учащиеся Бобруйский школ. На экране малого зала документальный фильм «Люди с черными душами». Кинолента рассказывает о преступлениях белорусов в годы Великой Отечественной войны. В главных ролях антигерои, люди, которые согласились служить нацистам. Все согласно историческим фактам и документальным доказательствам. Сегодня присутствуют учащиеся гимназии номер 3 города Бобруйска и военно-патриотический класс средней школы номер 27. Этот кинопоказ приурочен 75-летию Великой Победы, а также мероприятий в рамках трилогии «Малой Родины». Всего в зрительном зале порядка 45 школьников. Такая кинопрактика впервые в нашем городе. В дальнейшем фильмы увидят и учащиеся других учреждений образования. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!